Когда Михаил Фридман появился на свет 21 апреля 1964 года, никто и подумать не мог, что ему суждено стать крупным бизнесменом. По оценкам издания Forbes, его состояние составляло более 15 миллиардов долларов в докризисный период, что обеспечило ему второе место в списке среди состоятельных людей нашей страны. Биография поможет узнать, как все начиналось. Детство и юность. Детские и юношеские годы Фридмана прошли во Львове, и мало чем отличались от будней других мальчиков того времени. Он был поздним ребенком, родители занимались инженерской деятельностью, за достижение, в которой его отец даже получил Газпремию СССР за разработку приборов навигации для военной авиации. Появление младшего сына стало счастливым семейным событием. С детства Миша отличался любовью к учебе, много раз становился победителем физико-математических олимпиад. Окончив школу, он продолжил обучение в Месси С. В те годы свадьбы среди студентов были частым явлением, не избежал этого и Фридман. Его женой стала сокурсница. Первый бизнес Михаила Фридмана. Уже будучи студентом, он проявил свой талант предпринимателя, став организатором молодежных вечеринок. Окончив обучение, пошел работать на завод, одновременно создав вместе с друзьями клининговый кооператив, трудоустраивающий студентов. Далее его деятельность развернулась более масштабно. Один в 1989 была создана фирма Альфа Фото, занимающаяся не только фототоварами, но и компьютерами, а также копировальными аппаратами. Этот первоначальный капитал позволил ему заняться работой с нефтепродуктами. Два Альфа Эко стала прародительницей Альфа Групп. Бизнес развивался по традиционному для того времени алгоритму. В экспортных потоках присутствовал большой объем металлопродукции. В итоге торговые объемы вышли на небывалый уровень, что дало возможность Фридману обратить свой взор на иные сферы деятельности. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. В ведении консорциума, кроме телекоммуникации и нефтяной сферы, находилась торговля предметами искусства и продтоварами, страхование, инновационная и инвестиционная деятельность. В 1995 Фридман участвовал в коллективном руководстве ОРТ. В 90-х годах появился Альфа-банк, который стал одним из первых, кто выпустил еврооблигации. В 1998 состоялось слияние Альфа-банка с Альфа-капиталом. Легко перенеся тотальный кризис 1998, банк столкнулся с локальным кризисом в 2004. Когда отток вкладчиков превысил 20%, среди частных клиентов, в итоге акционеры спасали банк личными денежными вложениями. На данный момент он является первым среди частных банков по объему активов. Более 75% акций у Альфа-групп. У самого Фридман 36,5%. Затем началась эпопея с приватизации ТНК. Один в 90-х годах правительство России разобрало на части госпредприятия Роснефть, после чего они были объединены в новую компанию ТНК. Затем данное госпредприятие было приватизировано тремя фирмами, во главе одной из которых стоял Фридман. Так появился консорциум Альфа-Аксес Ренова, который в 1997 стал владельцем ТНК. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Два за 16 последующих лет партнеры приняли несколько ключевых решений, к которым относится объединение с британской нефтекорпорацией BP, сотрудничество с которой обернулось судебной тяжбой. Три в 2013-е Роснефть приобрела у собственников их акционерные доли. Неизвестно в какую сумму в далеком 1997 обошлась приватизация ТНК-3 у ее будущих совладельцев. Зато в 2013-е Роснефть отдала более 16 миллиардов долларов англичанам, а ААР получил более 27 миллиардов долларов. При этом партнеры имели почти равные доли акций. После этого Михаил Маратович основал новый бизнес-инвест-группу L1 Group на европейской территории. В 2005-е Альфа-групп приобрела Х5, в состав которой входит сеть супермаркетов. Теперь Фридман, кроме вышеупомянутой инвест-группы, владеет Альфа-банком, Альфа-капитал-менеджмент, Росводоканалом, Альфа-страхованием и A1 Group, располагающими следующими сетями. Один мегафон. Два в импелком. Три пятерочка. Четыре перекресток. Текст озвучен в Яндекс Клауд. В ведении L1 Group находится телекоммуникация и энергетика. С 2015 года господин Фридман – ключевая фигура в немецкой ДИЭГе Эрдоу, приобретенной в том же году. В это же время была куплена РВД, занимающаяся нефтью. Запланировано создание новой нефтяной компании. Михаил Фридман давно и активно занимается общественной деятельностью, является членом и учредителем различных фондов и организаций с этим связанных. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Фридман – один из четырех основателей Генезис Групп, занимающийся еврейской идентичностью. С 2005 он представляет нашу страну в Международном Совете, занимающемся распространением в мире демократии в ее американском варианте. Михаил Маратович приложил руку к появлению одной из литературных премий и является ключевой фигурой центра занимающегося популяризацией культуры. Олигарх занимается благотворительностью, финансирует фонд помощи детям, линия жизни, периодически спонсирует различные культурные мероприятия. Личная жизнь Фридмана Фридман живет с Оксаной Ожельской, которая ранее работала в Альфа-банке. После развода официально больше не был женат. У Фридмана четверо детей. От первой жены Екатерина, 1998 год р, и Лора, 1995 год р, родившиеся и выросшие во Франции. Отец почти не участвовал в их воспитании, но обеспечил жене и детям безбедную жизнь. Озвучено Яндекс Спичкит Оксана и Михаил воспитывают двоих совместных детей Нику, 2006 год р, и Александра, 2000 год р. Господин Фридман относится к непубличным персонам и любит уединение. Являясь израильским гражданином, проживает в Лондоне. Имеет слабость к быстрой езде за рулем авто, любит кино и музыку, занимается коллекционированием мечей. По мнению Фридмана, озвученному им во время одного из интервью, его секрет успеха в немалой степени заключается в хорошем знании психологии. Человеческих особенностей, большом опыте общения с теми, от кого зависит результат, что вместе дает возможность избегать неудач. По его мнению, успеху также способствует предпринимательский талант на 80%, передаваемый по наследству. Он считает, что не все могут создать свой бизнес, однако каждый может научиться хотя бы управлять своими финансами. Озвучено Яндекс Спичкит. Он убежден, что даже кризис не способен уменьшить шансы на успех для тех, кто намерен заняться бизнесом, так как активы обесцениваются, можно обойтись небольшим стартовым капиталом. При наличии предпринимательского таланта человек обнаруживает массу возможностей, которые можно реализовать при минимуме начальных вложений, считает Фридман. Все. Фото. Принадлежат. Их. Авторам. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.